Виноградные плантации в районе Басарабяска занимают чуть более 1900 гектаров. Это порядка 11% от всех сельхозугодий. Но, по словам виноградара Николая Сакара, эту отрасль сельского хозяйства нельзя назвать прибыльной. Деньги, на которые я мог бы купить несколько квартир в Кишинёве, я вложил в виноградарство. Думал, что это будет прибыльное дело. Но с каждым годом становится всё хуже. Чтобы обсудить проблемы виноградарства и проинформировать производителя о ситуации, сложившейся в данной отрасли, в Басарабяску приехали представители Министерства сельского хозяйства. Мы постарались по возможности объяснить людям, почему у нас такие низкие цены на виноград технических сортов. Рассказали о том, что у нас есть большие запасы этого винограда, которые образовались на предприятиях из-за эмбарго, наложенного Российской Федерацией. А также об усилиях, которые приложили крупные компании и государственные структуры для того, чтобы найти другие рынки сбыта нашей винодельческой продукции. После нескольких часов разговора виноградар Николай Сакара так и не увидел перспектив развития виноградарства в Молдове. Этот семинар еще раз показал нам, что те, кто находится у власти, вообще нам не помогают. В прошлом году у меня был качественный виноград, но я его продал по 2 ле за килограмм, хотя его себестоимость составляла 3 ле 20 банов. Сейчас ждем от нового правительства какой-нибудь помощи. Как отметил председатель района Басарабяска, проблемы местных виноградарей он намерен обговорить на более высоком уровне. Для нашего района Басарабяска есть вопросы, которые сейчас сегодня были подняты, в частности создание ассоциации виноградарства. Обязательно в итоге мы все это запотоколируем, те проблемы, которые есть. Я думаю, где-то на той неделе обязательно будем иметь встречу с руководством Министерства сельского хозяйства. Поэтому проблемы, которые поднимают виноградарство, мы их обязательно поднимем и обязательно они будут решаться. Семинар по виноградарству был организован по инициативе управления сельского хозяйства района Басарабяска и представителей компании Акса. Его участниками стали порядка 40 местных виноградарей. Продолжение следует... Продолжение следует...